Не секрет, что «Сочи Автотранс» был много лет убыточным предприятием. Эти автобусы, взятые по лизинку перед Олимпиадой, и долги по текущим расходам, топливо, запчасти, в конце концов, налоги. Еще и водители чаще работали на себя. Ситуацию пришлось в корне изменить. Была проведена ревизия полностью всей задолженности, были заключены соглашения о реструктуризации, о рассрочке. В начале года администрации города нам была выделена финансовая помощь. Мы закрыли ряд наболевших вопросов, а именно долговые обязательства по налогам в бюджет. Банкротство предприятия удалось избежать. Второй месяц транспортники работают с прибылью. Погасили кредиторскую задолженность, создали собственную ремонтную базу, что позволило снизить расходы на сервис в три раза. А это сэкономленные 5,5 миллионов рублей. Общая же экономия предприятия составила 93 миллиона. Некоторые маршруты были оптимизированы, меньше расходовалось топливо, и водители стали получать достойную официальную зарплату. Мы вынуждены были расстаться порядка с 60-65 самыми недисциплинированными в этом плане водителями. Пригласили новых водителей с территории города Сочи. И жителей Кубани пригласили Краснодарского края нашего. И это позволило нам очень серьезно увеличить выручку в конечном итоге. Порядок на линии отмечают и сами пассажиры. Положительные моменты в изменении маршрутных сетей и расписании автобусов. Тем, кто пользуется услугами общественного транспорта, важно оперативно и комфортно добраться в пункт назначения. Прекрасная функция, конечно, наличие кондиционеров. Большие автобусы вместительные. Намного лучше. Кондиционер работает чисто в автобусе. Кондуктор обелечивает. Очень удобно. По крайней мере, ехала, места свободные, приятно. Так что спасибо за обслуживание. Только в муниципальные автобусы можно удобно зайти или выйти с коляской. Оборудованы они и для маломобильной группы граждан. В тестовом режиме работают кондукторы. С теми людьми, с которыми нам удалось сегодня пообщаться, нареканий в АДС-предприятии Сочи Автотранса не было. Все отмечают большие изменения, произошедшие за последний год. И в первую очередь, это комфортные условия в салоне. Наличие кондиционера, что, безусловно, для Сочи в летние жаркие дни актуально.